В пятницу собор Святой Софии в Стамбуле, который до сих пор был самым популярным музеем Турции, стал мечетью Айя София. Уже 24 июля в этой мечети пройдет первая служба. Случившаяся инициатива президента Эрдогана, который столь демонстративным шагом продвигает дальнейшую исламизацию страны и рассчитывает повысить свою популярность. Понятно, что Турция таким образом все больше отходит от светского характера государства, который завещал создатель современной Турции Кемаль Ататюрк. Именно его волей Святая София в 1934 году утратила статус мечети и стала музеем, куда словно на место общего водопоя, где вражда запрещена, стекались туристы и паломники со всего мира, христиане и мусульмане. Казалось бы, больше других в сохранении сложившегося баланса должен был быть заинтересован так называемый Вселенский Патриарх Варфоломей. Но сидит он в Стамбуле словно мышь под метлой. Его и раньше-то поддерживали лишь американские спецслужбы, а сейчас, после того, как все остатки его энергии ушли на томос для новой Порошенковской Церкви Украины и на раскол таким образом всемирного православия, Стамбульский Патриарх Варфоломей превратился в пустое место. И его робкий писк в защиту Святой Софии оказался столь тих и невнятен, что даже и не был никем услышан. Что же касается самого президента Эрдогана, то он в своей позиции тверд и непреклонен. Обвинения в адрес нашей страны и в связи с Айя Софией по сути являются нападками на суверенитет Турции. Мы не вмешиваемся в дела молельных учреждений в других странах. Таким же образом ни у кого нет права или полномочий вмешиваться в вопросы, связанные с нашей святыней. Эрдоган называет Софию нашей святыней в качестве трофея. Собор был построен в середине VI века в Константинополе императором Юстинианом I. Храм, поражавший великолепием и размерами почти тысячу лет, был главным символом православной Византии и самым большим христианским храмом в мире. Именно после посещения собора Святой Софии послами русского князя Владимира Святославовича, впечатленных красотой и роскошью богослужения, было решено крестить Русь по восточному православному обряду. Более девяти веков Софийский собор оставался резиденцией патриарха Константинопольского и местом коронации византийских императоров. Но после захвата Константинополя турками-османами в 1453 году столица Византийской империи была переименована в Стамбул, а собор Святой Софии сразу превращен в мечеть Айя-София. Турки христианские фрески в храме закрасили. Пристроили четыре минарета, добавили контрфорсы, построили вокруг собора мавзолеи султанов и медресе. И лишь при Ататюрке бесценные фрески стали расчищать. И здание открылось всем. Понятно, что в Кремле нынешний шаг Эрдогана вызвал, мягко говоря, удивление. Мы не можем комментировать это внутреннее дело Турецкой Республики. Я лишь могу сказать, что, безусловно, мы надеемся на то, что статус Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание. Помимо туристической ценности, София имеет сакральную, духовную ценность. Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет учитываться нашими коллегами и партнерами. Пытаясь смягчить произведенное впечатление, Эрдоган успокаивает. В связи с лишением статуса музея мы отменяем платный вход в Айя-Софию. Как и в других мечетях, двери Айя-Софии будут открыты для всех – местных жителей, иностранцев, мусульман, представителей других религий. Услышали. Но все же Эрдоган легко находит для себя ссылки в поведении американцев. Мы же помним, как в прошлом году президент США Трамп официально признал Иерусалим – священное место для мусульман, столицей еврейского государства Израиль. Именно тогда Эрдоган пообещал в ответ превратить Софию в мечеть. Никто не поверил, а Эрдоган это сделал. Теперь, когда ЮНЕСКО заявляет о том, что Святая София – объект культурного наследия, и, мол, советоваться надо, Эрдоган плюет на ЮНЕСКО. А почему? Да потому что и Дональд Трамп наплевал на ЮНЕСКО, когда США в 2017 году покинули эту организацию. А что мы хотим? Дурной пример заразителен. Тем временем угрозу в шаге Эрдогана видит патриарх Кирилл. Угроза Святой Софии – это угроза всей христианской цивилизации, а значит, и нашей духовности, и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София – это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства – сохранять равновесие. Примерять противоречия в обществе, а не обострять их. Способствовать объединению людей, а не разделению. Ожидания высказаны. Надеемся, будут услышаны. Спасибо.